Детели и гости Симферополя погружаются в новогоднюю сказку. Гирляндами украшены деревья, витрины магазинов, фонарные столбы и фасады домов. Мерцание разноцветных огней очаровывает прохожих, вызывая искренний восторг и у самых маленьких, и у взрослых горожан. Какие ёлочки были. Красивые? Да. А ты ждёшь подарка на Новый год? Да. А что хочешь? Кубку. Жёлтые, зелёные, красные, синие и белые – это далеко не весь спектр цветов праздничных гирлянд. Атмосфера волшебства витает в воздухе. Люди танцуют, наслаждаются прекрасной музыкой и фотографируются. Не скрывая эмоций, Владимир Селезнёв делится детскими воспоминаниями. Самые яркие моменты – это прогулки с семьёй по новогоднему городу. Я с детства люблю гулять по городу Симферополя с семьёй. Это с детства у нас такая традиция была. Я очень рад, что у нас становится ещё прекраснее, потому что с каждым годом всё лучше и лучше, и приятнее становится гулять. Новогоднее настроение – это всё ажиотаж такой. Ну, прекрасное время. Устанавливают в Симферополе и главный символ Нового года. В этом году ёлка будет стоять на пересечении улиц Пушкина и Горького. Совсем скоро на этом месте засверкает праздничными огнями зелёная красавица. Ну, а пока устанавливают ёлку, жители и гости города погружаются в преновогоднюю атмосферу. Новогодние украшения с каждым годом становятся всё богаче и разнообразнее. В этом году на украшение Симферополя выделили 25 миллионов рублей. Украшение города к Новому году, к рождественским праздникам, проводится уже с начала этого месяца. До конца этой недели мы планируем завершить работу по восстановлению всей иллюминации прошлогодней. Закуплены дополнительные инсталляции, фотозоны. Стараемся сделать так, чтобы во всех частях города, во всех скверах были установлены новогодние украшения, новогодние инсталляции. Высота еле более 20 метров. Огни на новогодней красавице торжественно зажгут 19 декабря. К этому времени засияет иллюминация и на других праздничных объектах крымской столицы. Лиля Кашка, Эльмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, Арсен Фукала. Телеканал Милет.